Здравствуйте, дорогие друзья! Решил вам показать, как можно худеть при помощи гликометра. То есть, можно идти от обратного. То есть, если у вас сахар находится примерно, да, где-то как у меня, 4,5 днём, да, или утром, пускай вы начинаете. Хотя для утра, ну, 4,5, хотелось бы 4 иметь. Вот, соответственно, начинайте вы утром еду, у вас там 4,5, неважно. То есть, вы должны стремиться к тому, чтобы приёмы пищи не повышали ваш сахар выше 6, да. Ну, вот, максимум это 6. Будете всего на 10 единичек держаться, как у меня, 5,5, вообще классно, просто прекрасно. То есть, в чём суть? Вы таким образом можете чисто интуитивно, чисто опытным путём подбирать комфортную для вас пищу. Потому что кто-то покушал красного, кто-то покушал бурый рис или белый рис, у него гликемическая реакция одна, у кого-то другая. Ещё она зависит от инсулинорезистентности от вашей, да, от исходного сахара. То есть, если у вас исходный сахар 5,5, конечно, ну, как бы, ну, куда вам, какой белый рис вообще, о чём может идти речь? Вот, поэтому, соответственно, здесь нужно отталкиваться индивидуально. Глюкометр может эту индивидуальность, допустим, для вас сохранять, да, ну, держите максимум 15 единиц вверх за весь день максимальный скачок. Если он произошёл, ну, допустим, на 20, там, единиц и так далее, то есть, ну, по единичке, понятно, да, как я прибавляю, то есть, допустим, там, был у вас 4,5 сахар, стал 5,5, вот у вас получается 10 единичек плюсанулся. То есть, если на 20 единичек плюсанулся, на больше 8, 9, 10, 15 сахар, тоже нужно хвататься за голову, в первую очередь убирать гликемические продукты, то есть, с высоким гликемическим индексом, уже открывать табличку и смотреть, что у меня тут такое самое высокогликемическое, что я могу выкинуть. Вот, в общем-то, сейчас посмотрите, как я меряю себе сахар, что происходит с сахаром. Такой вот эксперимент на себе я решил поставить, чтобы вы поняли до конца, как это работает. Итак, дорогие друзья, глюкометр – это такая штука, которая меряет показатель, соответственно, сахара у нас в крови. Ну и чтобы, что и зачем, и какой сахар должен быть, я думаю, что мы неоднократно поговорим в других выпусках. А это такой опытный выпуск. Многие из вас говорят, там, здоров, я не здоров, слежу ли я на самом деле за питанием, не слежу. Ну, в общем, мы сейчас это узнаем. Я, честно, сам давно не мерил глюкозу, то есть индекс хома у меня был, в принципе, в порядке. Я его измерял месяц назад. Но вот так вот глюкометром пользоваться часто, что-то уже давно не пользовался. То есть последний раз я делал, по-моему, это перед соревнованиями. Значит, сейчас мы посмотрим, какая у меня глюкоза. Я как-то это прокомментирую и так далее. Блин, не люблю я это. Оп. Думает. Бросит кровь. Следующий раз посильнее пробью. Ну, 4,6 у меня глюкоза. В принципе, для дня, да, ну, это, наверное, в принципе, вполне себе нормальный показатель. Я сегодня кушал, ну, вот. Что еще мы сейчас сделаем, да? Сейчас мы поедим пп-шные вкусняшки и замерим глюкозу, соответственно, уже непосредственно через 2 часа, да. Сейчас я вам покажу, какие мы вкусняшки будем есть. И что мы таким образом проверим, это такой лайфхак, да. Мы проверим то, насколько, соответственно, у нас повышает глюкемический индекс, так называемая пп-шная еда. Я купил вот такие макароны из полбы, но я сегодня их есть не буду. Это просто, чтобы вы знали, что полбу тоже можно кушать, соответственно, показываю вам. Вот тортик, значит, здесь якобы кокос, теста никакого нет. Подробный состав, он здесь сзади написан. Блин, я не буду его читать. В общем, если мне не будет слишком лень, выложу его состав в, соответственно, в описании видео. Но, в общем, это прямо в магазине в специальном куплено, который, веканский магаз такой. Вот. Значит, арахисовая паста. Классическая. Значит, с нее начну. Есть миф, что якобы, если мы, соответственно, едим жиры сначала, да, у нас как бы меньше, да, повышается сахар, жиры замедляют усвоение сахара. И я буду есть, наверное, сначала арахисовую пасту сегодня, потом торт. И через 2 часа, когда мы замерили сахар мне, да, я не думаю, что у меня сахар как-то сильно повысится на этом фоне. Буду есть хлебцы вместе с арахисовой пастой из полбы. То есть это будет сначала выглядеть вот так. Так, значит, потом съем вот такую вкусняшку, зарядка какая-то универсальная, топливо написано, сахар, крэп. Ну, значит, в общем, это на грани, это на грани. Ну, кокосовый сахар тут в самом конце, кстати, его мало. И таким образом, соответственно, ну, мы посмотрим, насколько вот неприемлемо, да, есть вот эти вот все вкуснятины. Может, вообще здесь обман, и один сахар насыпали, да, мы для этого и меряем наш сахар. В общем, в итоге, подведу итог, по лбу я сегодня не ем, ем вот эти вкусняшки. Все это заедаю яишенкой, потому что, конечно, этой штукой одной я не наемся. Где-то 2 приема пищи у меня будет таких в течение часа. Потом я отсчитаю 2 часа от последнего приема пищи, и мы померяем мой сахар. Также у меня вместе с яишенкой будут идти овощи, капустка. В общем, смотрим, дорогие друзья, через 2 часа, что произойдет. Так, дорогие друзья, прошло 2 часа 15 минут. Сейчас будем мерить сахар мой. И, соответственно, мы посмотрим, повысился он или не повысился. То есть, чем, напомню, в чем смысл данного эксперимента. Чем выше и быстрее еда поднимает вам сахар, тем, значит, выше ее гликемический индекс. Соответственно, нежелательны проявления инсулинорезистентности, если у вас сахар высокий и так далее. Ну, и вот и смотрим. 5,5 у меня сахар. То есть, вот где-то было 4,5 на 10 единичек сахар поднялся после приема низкогликемической пищи. В принципе, это вполне нормально, но если бы он, конечно, у меня был 10-15 после приема пищи, это было бы очень много. И это бы говорило о том, что, возможно, я съел там очень много быстрых углеводов, плюс у меня там есть какая-то инсулинорезистентность. Ну, тогда и исходный бы сахар, конечно, был гораздо выше. То есть, исходный сахар был бы, допустим, у меня 5,5, не после еды 5,5, да, а между приемами пищи. В общем, 5,5 это вполне нормально, и если вы хотите вообще охудеть, вот ваш сахар должен в диапазоне быть где-то, ну, в общем, где-то в районе от, соответственно, 5, 5, точнее, от утром там 4, желательно добиваться этого результата, 4, даже 3,5 для некоторых людей вполне это нормально, да, сахар. Вот, ну, не ниже, конечно, ниже, это что-то уже странное происходит с вашим организмом. Вот, и идеально, естественно, сахар высоко не понижать, вот пускай он у вас после еды 5,5 так же поднимается, там 6,5 даже после еды, ничего страшного, но не больше. И не скачками, да, то есть, можно, я постараюсь, может быть, как-нибудь, когда буду целый день дома провести эксперимент, и после тренировки провести эксперимент, что будет происходить с сахаром. То есть, он не должен резко подниматься у вас после еды, и, соответственно, он не должен быть, превышать отметки, ну, вообще 6, желательно. То есть, это если вы, вот, вы 100% решили быть здоровыми, хотите худеть, сахар у вас должен быть, вот, примерно в диапазоне 4,5 в течение дня, там 5,5, ну, 6, ну, 6,5 те, кто только начинает, у кого еще есть инсулинорезистентность. Все, что выше 5, что я говорю, 6,5, это уже нехорошо, и это нужно лечить инсулинорезистентность, преддиабетическое состояние. Ну, уже стоит пообследовать вас, почему у вас такой высокий сахар в течение дня держится. Вот, это для тех, кто, так скажем, не касался вот этой вот сахарной темы. Подписывайтесь на канал, дорогие друзья, ставьте лайки, и я вас жду в своем инстаграме, те, кто смотрит меня в инстаграме, я жду на ютубе. Ну, в общем, как-то так, давайте уже, так скажем, объединяться во всех социальных сетях. Пишите вам, что интересно, будем продолжать снимать и разговаривать с вами на тему инсулинорезистентности, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok